Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области объявлен розыск 44-летней Елены Гончаровой, адвоката Свердловской областной гильдии адвокатов, уклоняющейся от назначенного ей судом наказания. Женщина была признана виновной в совершении крупного мошенничества, однако ни на приговор, ни к месту отбытия наказания не явилась. На прошлой неделе Первуральский городской суд завершил расследование и постановил приговор в отношении известной в этом городе адвокатессы Гончаровой. В 2016 году она защищала предпринимателя, обвинявшегося в групповом вымогательстве, и вызвалась стать посредником в передаче взятки от него и его подельников тогдашнему начальнику городского ОВД Олегу Грехову за прекращение уголовного дела или переквалификацию, содеянного на более мягкую статью. Однако, получив 1 миллион рублей в качестве аванса, Елена Гончарова эти деньги Грехову не передала, что и было квалифицировано как мошенничество. Подзащитного Елены Ивановны осудили по всей строгости закона, а вскоре Гончарову пришлось выступать в качестве защитницы самого начальника полиции Грехова, которого обвиняли в передаче данных оперативной прослушки телефонных переговоров бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Розьмана. Следствие пришло к выводу, что, несмотря на близкое знакомство и сотрудничество, Грехов не знал о получении Гончаровой денег, предназначавшихся для его подкупа. Суд города Первоуральска лишил Гончарову права занять адвокатской деятельностью и приговорил к трем годам колонии общего режима. На приговор 44-летний юрист не явилась и по сей день Гувсин не располагает сведениями о ее местонахождении, для чего и потребовалось объявление о розыске. Продолжение следует...